Пентинская область в очередной раз присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая впервые прошла в 2013 году по инициативе Министерства культуры России. «Ночь искусств» – это всероссийская культурно-просветительская акция, которая проходит уже с 2013 года и является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре». Она завершает период всех наших творческих ночей и является итоговой, которая объединяет все сферы искусства в одно и позволяет нашим зрителям, нашим участникам этой акции побывать сразу и в музеях, и в театрах, и в библиотеках. Все творческие пространства открываются в эту ночь, начиная от клубов сельских и до больших творческих пространств, театров и учреждений культуры и образования. Девиз акции – искусство объединяет. Участие в проекте примут все учреждения культуры Пентинской области. В нашем регионе «Ночь искусств» стартует в пензоконцерте. Так получилось, что пензоконцерт у нас открывает всероссийскую акцию «Ночь искусств» и начнется она в 15 часов 3 ноября трансляции из Московской государственной академической филармонии. В рамках проекта «Всероссийский виртуальный зал» будет показана в Большом зале филармонии концертная программа в исполнении лучших академических коллективов страны. Но в 17 часов в концертном зале филармонии пензенцев ждет песенно-танцевальный марафон. Назвали мы его «Живут искусством, юные сердца». И этот песенно-танцевальный марафон, который продлится практически 3 часа, 17 часов, он включает в себя песни и танцы в исполнении хореографических детских и взрослых коллективов. В этом году выступят молодые звезды пензоконцерта. Это и солисты экспресс-бэнд, и солисты из ансамбля «Злата Серебра», это и пианистка Анастасия Суднева, это и всеми любимая Марта Серебрякова. Словом, концерт будет представлен на любой вкус. Мы ждем пензенцев вместе с детьми, с внуками, с семьями. 4 ноября в рамках акции «Свои двери распахнут» другие учреждения культуры. 5 ноября исполняется 145 лет одному из отцов-основателей пензенской картинной галереи пензенского художественного училища, классику нашему художнику Ивану Силовичу Горюшкину-Сорокопудову. У нас картина галереи единственная в мире мемориальный музей Горюшкина-Сорокопудову. У нас в картина галереи богатейшая экспозиция его работ, поэтому мы в 18 часов в губернаторском доме в Пилястрово, в парадном зале, проведем открытие «Ночи искусств», посвятив ее 145-летию Ивану Силовичу Горюшкину-Сорокопудову. А так как он был певец народного костюма, певец народных обрядов, певец Руси 19-го, начала 20-го веков, у нас два этнофольклорных народных коллектива с колледжа искусств и детский коллектив дадут свой этнографический концерт. «Ночь искусств» у нас пройдет весело, весело и, главное, музыкально. Наверное, впервые мы решили сделать, отступить от своего жанра драматического и попытаемся представить зрителя в чисто музыкальном жанре, в таком эстрадно-музыкальном. Это поющие артисты. Там не только будут песни из спектакля, но и самостоятельные песни, которые артисты исполняют или мечтали исполнить, где нет на эстраде. В общем, будет весело, забавно, если учесть, что вести все это делом будут уже известные пензии «Мистер Буль» и «Мистер Пуль». Мы решили действовать согласно девизу праздника, который состоится 4-го числа. Искусство объединяет. У нас будут представлены буквально все виды искусства. Начнется все с народной цирковой студии. Аргентинское танго зареченцы покажут в большом зеленом арочном зале. Будет мастер-классы по валянию, мастер-классы игры в шахматы. Начинается у нас все в 6 часов и закончится уже за полночь. В 6 часов у нас торжественное открытие с участием наших постоянных партнеров. Вокальная студия «Континент Мьюзик», которая является лауреатами многочисленных конкурсов. Яркое выступление от ребят мы ожидаем, поэтому приглашаем всех желающих. В 18.30 стартуют основные площадки. Это детская программа и музыкальная программа. В этом году как-то вот упор на эти две части пошел. Детская программа, естественно, потому что Арбеково густонаселенный район. Молодой район с молодыми семьями и потребность в детских мероприятиях там очень велика. Поэтому всех детей и их родителей мы приглашаем на семейную игротеку, которая у нас с 18.30 и до последнего посетителя будет работать. Там можно будет поиграть в привычные популярные настольные игры, детские и взрослые. А также мы предлагаем в эту ночь попробовать свои силы в гигантских напольных играх-бродилках, которые мы сделали. Одна из игр посвящена нашему родному городу, который в этом году отмечает юбилей. Мы об этом все-таки не забываем. И вторая игра посвящена Александру Ивановичу Куприну и его произведениям. Не пропустите ночь искусств. Для жителей Пентинской области приготовлено немало сюрпризов. Ждем вас в Пензоконцерте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok